здесь что не хочу прекрасная нежная аппетитная прекрасная нежная набирая вы все за социальную справедливость и так далее но это необходимо вот так не нужна очень много вот электорат вот ему каждый день по новостям спорта доносят информацию что там клуб зенит купил там за 100 мультов там одного игрока они даже не представляют сколько это в рублях потому что сразу говорят это в евро эту сумму потому что даже в евро эти деньги нельзя положить квартиру в которой живет наш электорат почему в спорт валют а покупает какие-то там калмыков камеру это мафия там садят 1 1 у нас нет проходила система государства не борется вот мало прописать статьи уголовного коза нашему заставить чтобы соблюдали нужно поля вы знаете где футболисты зарабатывают деньги подожди вот про футболисты деньги огромные дело уголовное съедает бабла бюджетного ну там я чувствую там где кто у меня спросил там огромное там агарским туристам послушайте вот в стране нужна нормальная полицейская система и и ничего и и развалили в девяностые годы там некому работать шум не рассказать это мне они не дела было на расследовать не могут оперативной службы нет сыскной службы нет ничего там нет так они очень хорошо работают чтобы вы так погрязли в преступности вся сегодня весь бизнес это все мафия коля еще все сходите на что хочу сказать коля что сейчас 90 возвращается преступность поднимая голову да полиционеров нет следаков нет оперов нет ничего делать что делать поступок покупать калаша нет сегодня же угрозу общую создать не общую голову на преступность а съем запросто можно контролировать проблема состоит в атмофизации экономики и прежде всего эти структуры лукойловские знаете как там обнимают деньги но я как полагаю возможно об этом пишут сми что там есть параллельные структуры да ну что вы там есть структура через которую даскать проводить дочки дочки это даже всем все известно почему вы не боретесь почему почему нет во всем мире это страшные сроки там государства да везде это есть но там это организация присутствует сообщества алексей борисович алексей борисович вот когда они пустили северный поток и ангела меркель а с нашим димой медведевым повернула вот этот вентиль и пустила газ а в европу ну что вы говорите а каких преступных замыслах вы что кремль что ли в воровстве подозреваете ну понятно ну вот вам и понятно я хочу сказать что государство не борется сегодня сегодня нет экономики так они не могут государство бороться с собой вы считали как у чехов отравилось 27 человек ну вот видите они там сейчас на уши всех подняли они быстро нашли ну вот а у нас каждый день кто-то травится кого-то у нас нет экономики это во всем мире называется мафия это не экономика что вы хотите если чиновник даже так сказать крупные компании едет и за выходные тратят 50 тысяч долларов это бешеные деньги мне кажется это мало но это полтора миллиона рублей зарабатывать но еще раз говорите люди же нигде деньги не заработать 50 тысяч долларов это сколько день полтора миллиона миллион долларов рублей квартира стоит это было давайте вернемся на греции да что там греции нет нет я потом хочу провести параллель вот вылезли были считать что ждет греции на ничего не ждут он будет будет нормально ситуация прогнозируемая они социальные программы они не одну не закрутят и так далее все это ерунда им дадут долги весь мир живет займы никто так не чину пак шумят но дает но они живут за счет евро бонус это добавленная стоимость в любое проезд она перетрансформировалась послушайте чтобы создать производство любое нужно постоянно складывать огромное количество денег ни одно нормальное производство бешеных денег больших не даст даст большие деньги только все различные мафиозные схемы и так далее торговли детьми женщинами а любое производство нужно тратно вообще почему у рабство у нас в россии не процветает ну как не процветает у нас люди сегодня работают без трудовых договоров нет нет рап рап это тот тот третий ночью в кандалах за еду на что у нас не работает за еду что ли да вы что у вас огромное количество строительных компаний про не посмотрите сколько среди статистический рацион человека да ну примерно 100 евро в день 90 процентов населения живут на 10 тысяч рублей в месяц то есть экономика не может развиваться и у людей нет денег они не могут ни на что потратить ничто купить и так далее так эти люди не нужны эти люди не нужны что не нужны они должны умереть от голода потому что планета перенаселена послушайте вы вот смотрите на миллионный город перед а посмотрите как люди живут в районных городах алексей борисович зайдите в квартиры подождите они меняли мебель чтобы работала мебельная промышленность раз три года он подождите вот смотрите если мы вспомним мальтуса да и вот это мое изречение что людей на белом свете очень много развелось да то я вам хочу сказать что только российская федерация выполняет выполняют заветы мальтуса только в российской федерации только в российской федерации неуклонное сокращение численности народа населения согласен только в российской федерации мы имеем государственную программу которые работают правильно народонаселение снижается я хочу сказать что завтра завтра до нас будет равняться европа на нас завтра будет равняться америка почему потому что они приедут в россии спросят как вы так живете что у вас народонаселение сокращается и мы им скажем у нас живут хорошо вот чиновники у нас живет хорошо лукойл у нас хорошо живет президент а все остальные так сказать на подсосе и поэтому они сделаются и не нужны они не нужны эти люди и будут делать обрез могут и узбеки да 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 и поэтому шагом и соответствующие выводы рубили нефть перегнали даже даже не продукты нефтепродукты а просто сырую нефть выгнали вот и вся вот вот все что они за через 15 лет нефть кончится чего не думаю нет я тоже не думаю что кончится но я скажу так что через 15 лет нефть которую забывают в россии она будет настолько дорогая это как байки со фланцевым газом да что там фланцевый газ в четыре раза дороже чем гаспром добывают они забывают варварскими способами конец фланцевый газ он во первых и хуже ну да ну понимаете послушайте вот это руководство лукойла они не способны ни на что не на что кроме как вот взять украсть то что было и все на лифте создавать что предлагает ну а кто сегодня но я имею добывающие компании ваше предложение дела уголовный процесс уголовное дело национальный процесс руководством это добывающих компаний топливных всех показать всю их подноготную чем они занимались какой у них бизнес как они тут деньги себе то есть все руководство женщин давайте в городе нужно максимум 2-3 тысячи человек две-три тысячи человек чтобы они получили по 30-40 лет больше никогда на свободу не вышли и он совершенно по-другому почему вы все хотите всех посадить а что но если вы не сажайте они воровать нужно не так сделать нужно посадить вот самое страшное вот я вам скажу то что человека посадят человек это такое существо доктор не даст собрать много людей конфисковать их имущество все конституционность примет обратное количество людей не страшит там тюрьма там пожизненная человек адаптируется в любых условиях согласен вот и потом люди там в тюрьме которые сидели там 10 лет они уже на свободе жить не могут вот она их угнетает нет я к чему говорю что нужно человека вот и сейчас должен должен много и постоянно но всегда но они миллиардеры вы понимаете вдруг они у них миллиарды они они один вот так как получили миллиарды долларов он загонял но сырую нет оттуда получал нефтепродукты и продавал ну вот здесь денег у него было просто вот он не знал уже куда и потратил маленькая конторка у него была вот и потом этот краник ему перекрыли то есть приехали ребята серьезные там не знают от кого-то жукова или от кого-то не разбирайте мне вот значит перекрыли кислород ему этот край и у человека быстро быстро эти деньги все починить причем остался кому-то там должен и так далее так далее и вот не умение больше не его от крайника то то оторвали и вот больше ничего не умеет и вот он потом спился умер как бич и похоронили его с бичами в могиле ну понятно ну вот я говорю что у нас вся вот такая экономика с пьяными за рулем да вот ради вернемся к этой теме пьяный за рулем вот будем давать им там 9-15 лет ну что за наркотики 12 лет на чем не торгуют что ли да так же будут есть а сделать штраф вот русскому человеку страшно что дело штраф 500 тысяч я думаю что даже пьяный не один за руль не сядет они же предложили конфисковать автомобиль за вторую ход пошел он в кредит взял за 10 тысяч рублей все все когда пишут у тебя будешь постоянно должен ни одной справки не выйдешь правильно они даже они должны быть маргинала все его жизнь закончится согласен вот это руководство Лукона они должны стать маргиналом изгоями общественного полицания на колл садить их дети их дети должны быть давайте на колл садить их дети не должны принимать никакие службы они должны их бояться в нормальной стране они уничтожили их страны они живут припеваючи машины они сидят в законодательном собрании я конечно знал что вода обладает чудодейственными свойствами но воду который пьет алексей борисович она вообще какая-то кошмарная вода нет я обычно сколько перерыв будет три минуты